Спонсор видео компания Тональ. Компания Тональ реализует греющие кабели для прокладки как по наружной части трубы, так и для прокладки внутри трубопровода. Кабель можно приобрести метражом либо готовыми секциями. Покупку можно забрать самостоятельно либо заказать доставку. Доставку в том числе и в другие регионы. Ссылка на сайт в описании к этому видео. Видео называется с полей. Мы приехали в один маленький загородный домик, небольшой. Это своего рода дача. Здесь был проложен летний водопровод когда-то. Так случилось, что люди решили с летним водопроводом пережить зиму. Одну, вторую, третью. На третьей зиме что-то пошло не так. Потому что труба вот она. Мы раскопали. Вот она лежит. Здесь наш штык лопаты. У нас положено заглублять трубу на метр пятьдесят, метр шестьдесят на глубину не промерзания грунта. Вон Джека сейчас ковыряет. Я конечно не люблю такие штуки делать, но мы на эту авантюру согласились, потому что заказчик попросил и никого не хотел больше искать. Мы решили проложить греющие кабеля в самых сложных местах. Греющий кабель будет вкладываться во внутрь трубы. Труба диаметром двадцать пять миллиметров ПНД. Там в одном месте, где труба практически на поверхности. Потому что доступа под дом толком нет. Он стоит основательно. Заказчик был не готов к таким тратам. Вот здесь эта труба также лежит на поверхности. На штык лопаты. И дальше она проходит вот сюда. И вот видно, что здесь она тоже лежит на поверхности. Вот она эта трубка. И так вот они всю зиму жили. Но в прошлой зимой, когда минус тридцать было, конечно замерзла. Сейчас на улице плюс восемь. Температура плюсовая. Ничего не замерзает. Но при этом воды нету, потому что было минус пятнадцать до этого. Где-то лед остался. Мы будем искать, где он лежит. На колодце сто метров общая длина. А в чем проблема заглубить на полтора метра, спросите вы? Все очень просто. Вот в этом месте, вот здесь вот, лежит бетонная плита. Большая бетонная плита. Здесь не заглубиться. Ее не видно, она там закопана. Вот это чужой участок. Ничего ломать, пробуривать, подкопать не разрешают. Там дальше по участку заглубить на полтора метра не разрешают. То есть нельзя. Прокидывать через соседние участки нет никакой возможности. Потому что кругом эти участки. Тут получатся трубы метров двести-триста. Поэтому прокинуты напрямую. Тогда, когда было можно. Просто проложили летний водопровод. Сейчас ничего нельзя. Углублять, бурить скважину здесь или закапывать, выкапывать колодец. Заказчик пока не хочет. Потому что боится, что колодец будет. Скважина очень дорогая. Здесь компания, которая говорит без всяких гарантий. Мы пробурим, будет вода не будет, деньги все равно заплатите. Заказчик не соглашается с такими условиями. Я скорее всего тоже не согласился. Потому что я не знаю как бурится скважина на самом деле. Не буровики. Вот. А колодец здесь получается колец на пятнадцать. Вот. Типа дорого. Но, так как вот мы приезжаем, раскапываем сейчас зимой. Не факт, что после этого не замерзнет. Человек сам сказал, что никакие гарантии. Я понимаю. Типа сделайте. Ну, приехали делать. Мы будем использовать греющие кабели. Отрезками 10 метров и 15. Пятнадцатиметровый. Кстати, это кабель Heatway компании Tonal. Ссылки на эти кабели будут в описании к видео. Вот это десятиметровый кабель. А там пятнадцатиметровый. Десятиметровый кабель мы прокинем вот здесь вот. На этом проблемном участке. Сейчас расковыряем эту землю. Здесь вот замерзло только место, где тропинка. Там трубу расковырял. Я уже. Оденем его в изоляцию и положим греющий кабель. Давай, Жека, может лопатой поковыряем? А? Лопатой, может, поковыряю. Неудобно, она узкая. Вот изоляция. Это вот здесь. А второй участок, который пятнадцатиметровый, планируем поставить. Находится вот здесь. Вот здесь труба вдоль фундамента идет. Идет, идет. Вот за этой лавочкой. В общем, здесь вот закопана труба. Она вот заходит вот сюда. А, самое-то главное. Это все как бы эконом вариант. Здесь нет ни душевой кабины, ни туалета. Здесь есть только кухонная мойка с фильтром питьевым. И все это дело прокачивает насос малышок. То есть, чтобы вы понимали, что здесь бюджет очень ограниченный. Но человек согласился на греющие кабели. Такие пироги. Да, со льдом труба. Ну, это логично, что она со льдом, конечно. Да, она вытряхивает. Там поколбасится что-то еще. А между делом. Вот здесь вот стоит ГЕБА. Компрессионное соединение. Простояло пару лет. Я сейчас просто разберу его. Посмотрите, в каком оно состоянии. То есть, в земле закопано. Это вот труба железная, где ГЕБА стоит старый водопровод. Он уже больше не работает. Трубка, на которой была установлена ГЕБА. Ей она с 80-го года здесь примерно. Установлена была, потому что это вот зимний водопровод. Кстати, закопан тоже. Почти не закопан. Вот. Там он был промерзший. Установлена была вот такая штука. Здесь хитрая система. На это сейчас можно внимание обращать. Просто смотрим на ГЕБА. Смотрите. Все прекрасно, все чистенько. Кольцо обжимное, прижимное и резиновое прокладка. Сейчас достану, покажу. Жека, вытерни, пожалуйста, чтобы эту самую трубу. Аккуратно, чтобы не в камеру. Проводим туда. Перекос. А вот эту забрать буду. Вот смотрите. Здесь все в порядке. Все чистенько. Труба чистенькая. Кольца можно снять. Вот у нас детали. Ну, просто в земле так все идеально. Ничего не прожарело. Все хорошо себя чувствуют. Резинка. То ли резинка, то ли EPDM, точно не знаю. Она эластична, мягко. С ней ничего не произошло. Несколько морозов это дело пережило. Кольцо обжимное и прижимное. Все в порядке с ГЕБА. Собрал вот такую штуку. Много фум-ленты, потому что резьба длиннее, чем здесь. Поэтому резьба в фитинге длиннее. Здесь осталось. Здесь ее чистить не буду. По той причине, что это будет в земле. Все равно этого видно не будет. Что я сделаю? Вот так вот оно будет проходить. Сюда вот я запихаю греющий кабель через проходку. Вот проходка. Ну что, просто намотаем. Я уже показывал, как ли он мотать. Поэтому перескакиваю на следующий кадр. Футорки нету. Трехчетвертная резьба. А у нас нету? Я пойду в машине посмотрю. Это вот тот самый чабанатчик, который всегда должен быть с собой на объектах. Мы уехали почти за 100 км от города. Здесь всякие фитинги. Ну так есть. По полипропилену, по ПНД, по меди. По всем, с чем приходится работать. И вот у меня есть шанс здесь найти футорку. Одну я уже нашел. О чем это говорит? Это говорит о том, что как минимум то, что я затупил. И не купил две футорки. Я не поеду сейчас в магазин. В город еще раз не поеду. А на улице у нас день. Прекрасный солнечный день. В Санкт-Петербург, господа. У нас, я не знаю, весна это или зима. Судя по листьям, это не лето точно. Вот две футорки. Разноцветные, но все равно. Так что, вот такие штуки. На дальний объект с тобой нужно катать. Такие шамаданчики. Дальше запихиваю сюда греющий кабель. Вот здесь есть сальничек такой. Вот шайбочка. Одна, вторая. Развиняется. Вот так вот. Но это уже подготовлено. То есть я купил от компании тональ. Так вот вставляется. И затянуть надо. Здесь никакого уплотнителя не нужно. Здесь сальник это все делает. Накрутили. И все. Теперь можно дело соединять. Вот. Все, закручиваю это делаем. Другие. Да, не запустим. Чтоб она ниже шла, потому что там траншея не будет. Все, вот такая конструкция получилась. Ну а здесь. Конечно же здесь надо будет вывести его наружу. Какой-то построить. Весь процесс выглядит вот так вот. У нас вот есть фонарь. Импровизированный. А я наверно этот штатив переставлю. Чтоб землю это отсюда убрать надо. Вот еще не все. Еще второй греющий кабель поставить надо. Он лежит растянутый кабель. Это вот вторая часть кабеля. Под домом. Здесь копать я даже не представляю как. Потому что здесь вот все вот так вот. Все усыпается со всех сторон. Здесь каменный фундамент. Здесь вот все сыпется. Непонятно куда. Я просто призрел что здесь выкопать. Дом куда-нибудь поедет. Можно тут закопать себя на самом деле. Вот. А здесь вот мы сделали все грязное. Я здесь ничего не чищу. Как я показывал. Не чищу я потому что это все никто видеть не будет. Сделали следующим образом. Вот такое решение может быть кому-то из вас. Когда нибудь пригодится. Когда в прямой участок. Необходимо врезать греющий кабель. Чтобы не делать проходку. Продаются проходки такие вот. Они косые. Она стоит. Надо посмотреть сколько она стоит. И не знаю сколько это все дело стоит. Я напишу сколько стоит эта конструкция. И сколько стоит та проходка. Которая косая. Просто на текущий момент. Когда я это все дело покупал. Той проходки в наличии не было. Соответственно было придумано вот такое решение. Здесь в общем вот такая конструкция. вот это вот получилось так здесь греющий кабель так пойдем 100 метров пройдем вот колодцы здесь один из колод в одном месте то низина вот там лед все застыло там колодец там колодец здесь здесь вон там колодец 11 штук это дело здесь закопано на штык лопаты только и уходит 100 метров к дому ну и напоследок я покажу как выглядит ради чего все это все ради вот этого так здесь включается насос это вот реле давление у нас а чё лампочка загорелась даже даже так у вас серьезно все сервере давление тык краник он всегда открыт надо подождать пока 100 метров трубы заполнится потому что вода стекает туда колодец чтобы они замерзла без обратного клапана все собрано здесь вот питьевой фильтр еще есть вода добыта вот такая технология по добыче воды это можно тушить